МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хитрые уловки не пройдут. В Татарстане наркокурьеры пытались избежать ответственности, но не ушли от наказания. Способы борьбы и лечения, что предлагают специалисты для решения проблемы наркозависимости. Чужой опыт как способ избежать собственных ошибок. Путь наркозависимых? Погружение в историю, где черпать эмоции и как провести время в свое удовольствие без вредных привычек. Об этом и не только мы расскажем прямо сейчас в программе без компромиссов. В студии Максим Никитин. Здравствуйте. Наркотики, тщательно спрятанные в банке из-под чая и даже проглоченные прямо на глазах у полицейских, не помогли избежать ответственности фигурантам двух уголовных дел. Теперь задержанных мужчину и женщину ждут судебное разбирательство и, возможно, длительный срок лишения свободы за все эти криминальные манипуляции. По статье хранения, перевозка и употребление запрещенных веществ им может грозить 10 лет колонии. Полицейские во время патрулирования задержали 31-летнюю жительницу Нижнекамска, которая привлекла внимание сотрудников полиции своим подозрительным поведением. Она попыталась скрыться в подъезде одного из ближайших домов, но спрятаться от полицейских не удалось. При личном досмотре в рюкзаке женщины полицейские обнаружили металлическую банку из-под чая, внутри которой находился сверток с кристаллообразным веществом. А в одном из карманов – приспособление для курения в виде стеклянной колбы с веществом внутри. Не обошли внимания полицейский пластмассовый контейнер для таблеток. Как показала экспертиза, изъятое вещество – ничто иное, как метилэфедрон общей массой около 300 грамм. Выяснилось, что примерно неделю назад женщине написал оператор одного из интернет-магазина в мессенджере с предложением об удаленной работе. Ее обязанности входило забирать наркотические средства в указанных куратором местах, расфасовывать их на более мелкие партии и раскладывать в тайниковых закладках. Женщина также призналась, что ранее уже приобретала наркотическое вещество в подобных интернет-магазинах, но для личного употребления. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Перед судом придется предстать и еще одному гражданину, который пытался избавиться от наркотиков весьма нетривиальным способом. Он просто проглотил их в присутствии полицейских. Чтобы извлечь сверток, понадобилась помощь медиков. Все началось с того, что полицейские заметили на улице мужчину, движения которого и речь были не связанными. В тот момент, когда полицейские решили провести досмотр, мужчина положил рот неустановленный предмет и проглотил его. Кроме этого, в левом рукаве куртки было обнаружено приспособление для курения – колба и трубка. Было принято решение доставить человека в больницу, где врачи извлекли из желудка небольшой сверток. В ходе экспертного исследования было установлено, что в свертке находилось наркотическое синтетическое вещество мифедрон весом порядка полутора грамм. Придя в себя после процедуры, мужчина рассказал, что приобрел наркотик бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение и хранение запрещенных веществ». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношении подозреваемого избранными мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Борьба с незаконным оборотом наркотиков идет постоянно и на всех направлениях. Так, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела наркоконтроля совместно с экипажем ГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району на 125-м километре автодороги Йошкар-Ала-Зеленодольск была остановлена автомашина, в которой находилась супружеская пара. В ходе личного досмотра у них были обнаружены и изъяты наркотические средства, в том числе в виде таблеток, предназначенные для дальнейшего сбыта. Следственным отделом ОМВД России по Зеленодольскому району возбуждено уголовное дело. А если вы стали свидетелем наркопреступления, увидели, как кто-то прячет, продает или употребляет наркотики, ОМВД России по Татарстану просит незамедлительно обращаться в полицию. По телефону доверием ВД Татарстана 291-2002, либо просто по номерам 02 и 052. Реальные истории и наглядные примеры того, как люди попадают в паутину наркотиков. Изучая их, мы учимся распознавать подобные опасности в своей жизни, учимся принимать меры к их предотвращению. Это помогает принять более осознанные решения и избежать подобных проблем в будущем. Кроме того, изучение опыта людей, страдающих от зависимости, способно помочь развить понимание ситуации, понимание проблемы. Ведь именно непонимание и незнание могут преградить наш путь к эффективной помощи и поддержке тем, кто в ней нуждается. 19-летний Владимир трудился вахтовым методом. Зарабатывал хорошо, купил машину. Но чего-то не хватало. Молодой парень мечтал о другой жизни, в которой не было бы места рутине. А вместо одинаковых будней его бы ждали дорогие развлечения, как у тех ребят, которые, никогда не работая, имели все те радости, о которых так мечтал наш герой. Я видел у них деньги, я видел машины, были деньги, соответственно, были окружения, девочки были, девушки были, да, их окружение. А другие ребят, соответственно, как-то мне виделось, что обычно рутина, работа, как бы, а мне хотелось... Ну, это виделось со стороны, это было действительно так. Это уже потом позже стало. Понятно, что большинство это было, как бы, иллюзией, такие, соответственно, деньги, которые тратились, но абсолютно и зарабатывались, и тратились, соответственно, но не в то русло, куда надо. В один момент, как бы, я вот начал употреблять, и, соответственно, начал пропускать работу, делать справки, что я... До последнего я цеплялся, чтобы мне оплачивали, как бы, эту работу. Соответственно, потом все равно пришел конец этой работе. Родители Владимира видели, как сын катится в бездну, но принять этот факт были не в силах, а потому делали вид, что ничего не происходит. Я по сей день считаю, что они не принимаются, что их сын там наркоман. Я переставал общаться с отцом на протяжении шести лет, да, живя в одном городе, видя его каждый день, я не здоровался с ним, ну, мы не общались вообще. Как и большинство зависимых, Владимир не раз решался на реабилитацию, но срывался практически сразу. Сейчас я готов, сейчас я не хочу поддыхать, я не хочу, я хочу жить так, как ту жизнь прожить, которую Бог мне дал, действительно. Ну, я хочу прожить ее так, как мне давали, а не так, как я ее себе сделал. Я сам доехал до Сечина, я лег в детокс 28 дней, приехал заново в реабилитацию, и все у меня по-другому. Я начал видеть все по-другому, и вот я уже как час неделю здесь, на пост-лечебной программе. Владимир признается, выздоравливать он будет всю жизнь, но сейчас у него уже есть четкий план, следуя которому он сможет вести нормальную, свободную от наркотиков жизнь. Наркозависимость – это серьезное заболевание, но с ним можно справиться, если найти подходящие способы. Ведь каждый человек уникален, и то, что может сработать для одного, может быть неэффективным для другого. На данный момент существует множество методов и подходов к лечению наркозависимости, и поэтому подобрать путь к выздоровлению вполне реально. При этом важно поддерживать мотивацию и находить ресурсы, которые помогут в борьбе с проблемой. Без помощи специалистов тут не обойтись, они окажут неоценимую поддержку и предложат индивидуальный план лечения. А самим пациентам главное – не терять надежду и стремиться к выздоровлению. Смертельный недуг, победить который одной лишь силой воли невозможно. Наркозависимость – не вредная привычка, а болезнь, разрушающая человека. А потому для его лечения необходим системный подход. Это и медикаментозное лечение, и психотерапия. Одним из эффективных методов психологической коррекции считается арт-терапия. Чаще всего зависимому человеку очень сложно говорить о своих чувствах, переживаниях, рассказывать какие-то жизненные ситуации. И мы можем предложить человеку просто это нарисовать. И в процессе того, когда человек рисует, происходит определенный трансформационный процесс, он начинает что-то осознавать, и по итогу он начинает видеть выход из этой ситуации. Это не только рисование. Сюда также входит лепка, это песочная терапия, это сказкотерапия, это различные аппликации, эссе, библиотерапия. Это все входит в понятие вот именно батар-терапии. Для зависимых пациентов это идет как преодоление анозогнозии. Анозогнозение – это отрицание самого заболевания, с которым чаще всего поступают наши пациенты. Один из механизмов психологической защиты – это отрицание. Когда мы отрицаем, нам проще отрицать, чем принять то, что с нами происходит. Второй механизм психологической защиты – это сопротивление. Вот как раз терапевтические техники, вот арт-терапия, она помогает обойти, либо снизить вот это сопротивление. То есть, когда человека спрашиваешь, как ты себя чувствуешь, расскажи, что с тобой происходит. Он скажет, нормально, я нормально себя чувствую. А в процессе, когда он просто рисует, вот эти механизмы психологической защиты за счет того, что мы работаем именно с бессознательным пациентом, они снижаются. И человек уже более явно видит картину, которая с ним происходит на самом деле. Если для пациента исцеление искусством имеет терапевтический эффект, для психотерапевта это больше диагностический инструмент, который помогает скорректировать лечение. Занятия у нас проходят индивидуальные и групповые занятия. Группы мы собираем до 10 человек по желанию. Создается безопасное пространство, то есть максимально комфортное. Также обговариваются условия, что все относятся друг к другу с уважением, пониманием. И в процессе дается задание. До начала задания мы разговариваем про чувства, то есть что испытывает в начале задания. И в конце занятия мы обсуждаем, что сейчас с ним происходит, как себя чувствует человек и так далее. Также у зависимых пациентов, такое есть понятие, как алекситимия. Что это значит? Это когда они не могут описать и распознавать свои чувства. У них теряется эта возможность. В группах они учатся взаимодействовать. Также сама группа помогает в преодолении аназогнозии. Каким образом? То есть сначала пациент, который не понимает, что он болен, он не верит в это. Он сначала видит эту проблему у других ребят, осознает всю серьезность проблемы. Далее он начинает видеть это у себя. Тем самым понимая, что болезнь есть. Первый шаг к поздравлению пациентов, которые находятся в зависимости от психоактивных веществ, это принять то, что у меня есть зависимость, есть болезнь. С этого момента запускаются процессы, которые как раз нацелены на то, чтобы человек выздоравливал. Никаких художественных навыков от пациентов не требуется. Бумага, карандаши или краски. Вот минимум, который понадобится человеку для терапии искусством. У нас поступают пациенты, которые говорят, нет, нет, рисование не мое, вы что, лепка, так я там в первом классе лепил в последний раз. Вот, такие тоже поступают. Я говорю, просто побудьте с нами. Мы проводим группу. Я говорю, присядьте, понаблюдайте. Просто понаблюдайте. Когда человек начинает наблюдать за всем этим процессом, он автоматически, в основном, в 99% случаев, говорит, а дайте мне, пожалуйста, тоже листочек, я все-таки попробую. При лечении зависимости такие занятия творчеством помогают пациентам найти новые интересы, обрести здоровые цели и сформировать правильный настрой на полноценную счастливую жизнь. Хобби и спорт играют важную роль в помощи детям сделать выбор в пользу правильных привычек. Увлечения и активные занятия могут занять время и внимание ребенка, отвлекая его от опасных искушений. К тому же участие в спортивных активностях развивает самодисциплину, а регулярные тренировки и практика учат детей планировать время, придерживаться расписания и ценить систематичность. 232 участника из 25 районов Татарстана. Юные спортсмены на треке борются за Кубок правительства республики и за звание лучшего. Для Эмилии Никифоровой эти соревнования по картингу 20-е в карьере, и на этот турнир тактику она уже выбрала. Главное, чтобы не заносила. Например, я еду, меня заносит в поворот, я нажимаю немножко на тормоз и выруливаю в другую сторону. То есть, например, зад меня заносит вправо, я выруливаю влево. Конечно, 13 номер всегда победит. Он счастливый? Он очень счастливый. Карате поменял на картинг. А так, Яра одного из участников поддерживает отец. Два года назад его сын Даниэл Даниэлян ушел из карате в картинг. Привлек адреналин, которого на гонках в избытке. Такие эмоции мальчик получает только здесь. Перед стартом пилот был уверен в отличном результате. А вот в машине ты сейчас сел, ты себя чувствуешь уже уверенно, что это моя машина? Да. Вы несете сегодня удачу? Конечно. Я видел, как она едет. Второе, третье место. Несмотря на то, что ожидания не оправдались, с заездом юный спортсмен остался полностью доволен. Ура! Я рад своему результату. В этом виде спорта нельзя не думать, уверяют профессионалы. Нужно правильно определить скорость, оценить угол поворота и рассчитать траекторию. И все это за считанные секунды. Такой досуг даже используют в целях воспитания трудных подростков. Туда приходят иногда даже дети, которые, ну так мы называем, из группы риска. Их увлекают туда, конечно, здесь надо отдать должное тренерам, педагогам, которые заинтересовывают этих детей занятием спортом. Каких-то, наверное, может быть, более активных они где-то успокаивают. Наличие хобби позволяет нам отвлечься от повседневных забот и стресса, позволяет расслабиться и насладиться временем для себя. Оно помогает развить и проявить свои таланты и навыки, которые могут остаться неиспользованными в ежедневной рутине или на работе. Увлечение часто способствует социальной активности и взаимодействии с другими людьми, создавая возможность для новых знакомств и общения с единомышленниками. А еще занятие любимым делом стимулирует мозговую активность и помогает поддерживать когнитивные функции. Об увлечениях интересных и, что самое главное, не вредных, расскажем далее. Словно переносясь в Средневековье, стенка на стенку сходятся бесстрашные рыцари. И хотя это реконструкция исторического боя, удары наносят в полную силу. Да так, что устоять на ногах порой невозможно. И тут вся надежда только на доспехи, которые сделаны по древним образцам. Такая экипировка может весить и 20, и 30, и 40 килограмм. И для того, чтобы носить все это, нужна хорошая физическая подготовка. Ведь мало того, что придется все это на себя надеть, нужно еще в этом быстро и тактично перемещаться. С каждым годом это становится настоящим спортом. Люди, которые находятся в топе ИСБ России, это люди, которые тренируются 7 раз в неделю, у которых спортивные настоящие сборы, которые серьезные спортсмены. Это полноконтактный спорт в железных доспехах. Он полноконтактный. В нем по-настоящему бьют друг друга макетами вооружения. Макетами вооружения. Они проходят специальные стандарты. Никакой заточки. Минимум 2 миллиметра, чтобы была толщина. То есть не сведено в затопе. Никаких острых граней. Никакого острия, меча, алебарда и так далее. Кроме того, у нас запрещены уколы совсем. Исторически средневековый бой сегодня очень популярное направление, претендующее на статус спорта. Хотя состязания уже проводятся, в том числе международные. ИСБ России. Это именно больше спортивное направление. То есть мы выделились из реконструкторского направления. Реконструкторского направления также продолжает быть очень много. Они начинаются с античной культуры и заканчиваются реконструкцией 20 века. Реконструкция – это вообще воссоздание материальной культуры. То есть это вообще не обязательно война. Это воссоздание предметов быта, предметов одежды, потом предметов вооружения. В промежутках между сражениями ребята, увлеченные средневековыми сражениями, ведут вполне себе мирную жизнь. И только придя в зал на тренировки, погружаются в древнюю эпоху и дают выход адреналину. По жизни я занимаюсь отделкой, отделочной работой, стройкой. А к вечерам одеваю доспехи. И занимаюсь изноборствами, так скажем, в средневековом зале. В этот спорт я пришел, как сказать, душою. Я в него пришел в 2020 году, когда это был фестиваль «Болгар». Мы туда приехали с друзьями отдыхать. И я увидел, как ребята, одевшие доспехи, дубаясь у себя железом. Роняют, кидают, бьют. Им это нравится. Зрители это тоже заводят. Доспех я свой собирал достаточно долго. Это вопрос даже не то, что денег не хватало на эти железки. А сами мастера, у них очередь есть, у них свои заказы. То есть, ну, долгая история, как я там его собирал по частям у жажных мастеров. Вот. В железе я оделся, наверное, год назад. Кстати, о железе. Тренироваться и выступать на соревнованиях в доспехах можно только с 18 лет. До 18 лет в железный спорт нельзя. То есть, в железном спорте выступать до 18 нельзя. Но, благодаря тому, что у нас есть спортивный меч, так называемый, это вот именно мягкое вооружение, мы можем на мягком вооружении тренировать детей с 4 лет. То есть, маленькие детки, у них специальные маленькие щиты, маленькие мечи, которые ничего не весят. Они с этого возраста начинают, и постепенно 6, то есть, сейчас мои дети 9 и 13 лет, они занимаются, соответственно, ну, они уже достаточно много занимаются. Спортом я занимаюсь 4 года. Вообще, меня привел папа. По спорту меч-щит я занимаюсь 6 лет, а по спорту меч-баклер я занимаюсь 3 года. И у меня уже есть достижения, это золотая медаль города Казань по меч-баклер и серебряная медаль по щит-меч. От общего времени за неделю я занимаюсь порядком либо 6, либо 3 часов, в зависимости от того, сколько понадобится. учебе это не мешает, это послеучебное время я занимаюсь и таким образом как бы и так и всяк я успеваю как делать уроки, так и учиться. Времени на какие-то другие соблазны у этих увлеченных ребят просто нет. Кроме того, они учатся не просто фехтовать, но и быстро принимать правильные решения. Это то, что учат принимать решения ежесекундно, здесь и сейчас. То есть, это именно умение принимать быстрые решения. мгновенные даже решения. Кроме того, если мы берем фехтование как искусство, это на уровне шахмат. И даже высокий уровень бойцов, когда ты смотришь их поединки, за весь поединок может быть нанесено не так много ударов. А ты смотришь, как они перемещаются, что они придумывают и так далее. Ты понимаешь, что это настоящие шахматы, потому что кроме того, что быстро лупить мячом, нужно еще и очень хорошо думать. Есть еще одно направление исторические европейские боевые искусства. Здесь у ребят в руках аналоги турнирных фехтовальных мячей 16 века, называют их федершверты, то есть, это двуручные мячи. Именно так они и выглядели в истории. В чем отличие данного вида, данного направления фехтования в том, что оружие, точнее, макеты вооружения, которые используются в исторических европейских боевых искусствах, оружие полностью аналогично тому, которое использовалось в истории. С той только разницей, что оно не заточенное и обязательно скругление на острие, потому что в данном направлении разрешены уколы. То есть, здесь колоть можно, поэтому защита подразумевает современную пластиковую защиту под стеганым калетом, также усиленная защита маски, пластиковая защита кисти, ладоней, пальцев, и также пластиковая защита суставов и конечностей. То есть, вся экипировка это усиленная, усовершенствованная спортивная экипировка. Сабли, то, как они выглядят, это пехотные сабли 19 века. Впоследствии они превратились в эспадроны, это сабли вот с такой же чашкой защиты руки, но с прямым клинком, и далее они превратились в ту самую спортивную саблю, которую мы знаем, которой сражаются спортсмены. В чем плюс нашего спорта в том, что он приближен к истории, а не только именно спорт, как спорт, как олимпийский спорт. И поэтому ребятам, детям это интересно с точки зрения того, что они еще историю изучают. И боевыми искусствами, вот таким вариантом, дети начинают, могут начинать заниматься с 9-10 лет. Окунуться в мир исторического средневекового боя можно в любом возрасте. И даже если у вас нет спортивных навыков и какой-либо подготовки, не проблема. На ресталище обучат любого. Многие вредные варианты получения удовольствия не только наносят ущерб здоровью, но и ограничивают наши возможности реализовать свой потенциал и наслаждаться полноценной жизнью. Ищите другие варианты самовыражения и здорового удовольствия, которые предлагает мир вокруг нас. Это была программа Без компромиссов. До встречи на телеканале Татарстан-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова